Давайте мужчину возьмут, что он по максимуму. Давайте тяжелые вещи мальчика. А эти пайто порт-пелетами может возьмут? Давайте для девочек. Дамы, берите для девочек. Да? Да. Дальше. Аккуратно. Белорусский союз. Женщины сегодня здесь с гуманитарной миссией вместе с Красным Крестом. Очень хорошо, что приехали представители средств массовой информации, которые увидят вот этот весь беспредел, который творится польскими властями и коллективным Западом. Только Белорусс. Только Белорусс сегодня проявляет сострадание. Белорусский союз женщин хотел привлечь внимание вот к сегодняшнему нашему посещению, к этой гуманитарной миссии. Вы видите, сколько привезено нужных для нас важных вот вещей, потому что холодно, потому что грязь, потому что дождь, потому что здесь люди, здесь люди. Мы хотели, чтобы нас услышали правозащитные организации. Мы сопереживаем вам и привезли то, что сегодня нужно для вашей жизни. Теплые вещи, продукты, теплую одежду, одеяло, сладости, потому что мы видим, что здесь нужно все. Санитарно-гигиенические предметы. И вы, конечно, знаете, что мы вам будем помогать. Государственный пограничный комитет сегодня обеспечил допуск в пограничную полосу к лагерю мигрантов из Афганистана, которые находятся здесь уже с августа месяца, представителей Белорусского союза женщин с целью оказания беженцам материальной помощи. Участок границы, который охраняет пограничная застава Русаки, непосредственно на этом направлении, пролегает непосредственно по прямой линии. Однако польская сторона, со своей стороны устанавливая заграждения, как вы это могли сами видеть, установила их с некоторым искривлением и закруглением, которое огибает место расположения лагеря. Что непосредственно фактически наглядно показывает, что лагерь располагается на польской территории.